Сегодня исторический день для азербайджанского народа, ведь 27 сентября прошлого года началась Вторая Карабахская война. Именно в этот день началась контрнаступительная военная операция за территориальную целостность Азербайджана. Как известно, в стране проходят памятные мероприятия в связи с этой знаменательной датой, в том числе в Кафедральном соборе Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви. Здесь чтят память шехидов Великой Отечественной войны, священники проводят службу в их память. Также в соборе присутствуют и посетители, которые пришли сюда, чтобы почтить память наших шехидов и зажечь свечи. Азербайджан, я всегда говорю, это светское правовое государство. Конституция написана не только для мусульман или только для иудеев, она написана для всех граждан Азербайджана. И независимо от того, что православные они, мусульмане, иудеи, католики. И те воины, которые православные участвовали в этой войне, они шли не только за освобождением церквей, они шли в бои, они шли за свою землю. Да, есть и погибшие, есть шехиды тоже. Но сегодняшний день, в день поминовения, мы молились не только о тех, кто православный, не только о христианах. Мы молились о всех воинов, потому что нет большей любви, нет большего подвига, как сказано у нас в Священном Писании, когда человек отдаст жизнь свою, отдаст душу за ближнего. И вот воины, это те высшие подвиги, те, кто совершили высший подвиг и души свои отдали за близких, то есть за свой народ, за свои семьи, за друзей, за свою родину. Это для нас высший подник. Как в исламе они считаются шехидами, так и в православии они считаются героями. Сегодня мы, не различая национальности, не различая вероисповедований, молились. Мы знаем, что Азербайджан – интернациональная страна, и именно этот фактор оправдал себя во время войны. Потому что многие наши солдаты, русские по происхождению, воевали за родину, Азербайджан. Они пошли в армию добровольно, и, конечно, среди них есть и шехиды. Среди наших трех тысяч шехидов есть азербайджанские сыновья, такие как Денис Пронин, а точнее Алиев, Дмитрий Солнцев и другие, которые отдали свою жизнь за родину.